Записки путешественника в страну счастья. Вторая часть. Но вначале музыкальная импровизация, вступление. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Я захотел спать, только написав еще два стихотворения. Моя мама, как удалось тебе быть такой многоликой? Когда я любил первую женщину, мне нравилась нежиться с ней, как будто я прижимался к тебе. Когда я полюбил вторую женщину, я видел тебя, молодой. Когда я полюбил третью, я следую всем твоим словам. Но ты присутствовал во многих, даже на кого я просто засматривался. Так как же это тебе удавалось? Мир этот белый, но он и черный. Это, отдаленно говоря, как клавиши. Все сосредоточено в женщине. И о мироздание, поэтому его слушать приятно. Мир это женщина, но и мужчина. Это, отдаленно говоря, как черное и белое. Например, черное и белое клавиши. Утром я проснулся рано, перечитал все, выходил по коридорам и комнатам, написал еще одно стихотворение и заснул ненадолго. Ты моя радость, ты мое утро, говори я сам себе над ее пустой подушкой и засыпаю после утренних стихов. Начав делать яичницу, я побежал звонить, вернее, сначала записать в блокнот, а потом уже позвонил ей. Помутнение роговицы глаза может быть вызвано проникновением кислорода извне и окислением тканей. «Ну и что потом?» – спрашивает Оля. «Ну надо подумать о какой-то диете или примочках, или о каких-нибудь препаратах, хотя что-то органическое лучше, как диета». «Да, верно», – сказала она. «Ну что же, хорошо». Она уехала в Румынию, заняла половину стоимости билета у своего друга. Я ее спросил, а не расценит ли он это как-нибудь иначе. Она сказала, что нет. Я подъехал к ее дому на машине, моего друга. Уговорила я его тем, что он может увидеть мою новую жену, которую я привез с моря. Как она улыбалась. Вероятно приятно. На вокзале она уговорила меня уйти пораньше, потому что может появиться ее друг. И я представил себя на его месте и пожалел его, вернее самого себя, переселившись мысленно в него, и ушел. Потом, правда, вернулся со стороны электричек и долго стоял в начале платформы. Дул ветер. В сумерках издалека меня не было видно. Когда поезд проезжал мимо, я посетовал, что очень быстро машинисты ведут поезд. И они через полминуты сбавили скорость. Я видел много лиц и фигур, и спин, и рук в горящих окнах. Но ее не увидал. Это меня расстроило. Хотя, может быть, она меня высматривала на другой платформе. А, может быть, сразу забыла уже про меня. Я не буду комментировать те стихи, что я написал в эти дни. Буду ставить только числа, если они будут в блокноте. Чай пью в приятном одиночестве. Знаю, что любим. Я помню, что люблю. А за столом со мной утреннее солнце. Я знаю, что люблю. Я помню, что любим. Унесся ураган любви, оставив всю застывшую пустыню, Где все сметено, где все сметенно его благодарит, Забыв от счастья даже его имя. Ты далеко. Разлука мне приятна. Чтобы ощутить все счастье глубоко. Через тринадцать лет, тринадцать дней Ты все вернешь обратно. Улыбкой, взором и движением рук. И я в азарте буду наблюдать волшебную игру. Пишу ужасно скверные стихи, Но не могу остановиться. Все промахи мои смешны мне и легки. Приятно даже. Я мечтал влюбиться. Мне трудно петь совсем грустные песни, Так как рот мой расплываться привык в улыбке За последние три дня. Да, еще один небольшой экскурс в прошлое. Она на третью ночь исчезла. И это на четвертую, уже помирившись, я писал. Оля, это начало дня. Но в ту ночь, когда она пропала, Я проиллюстрировал свои стихи кровью. Она мне как-то с упреком бросила нечто кровожадное. Я об этом забыл, но, видимо, настроение осталось. Правда, кровь из артерии и запястья я не смог получить. Рвал, рвал иголкой кожу. Было страшно. И, наконец, я просто укалывал каждый раз, Когда кровь заканчивала себе средний безымянный палец, И спичкой рисовал. Она мне по этому поводу сказала «Неинтересно». А я сказал «Неинтересно», тогда я не подарю этот сборник. Но она его взяла. Все там было отпечатано на машинке, Кроме последнего стихотворения, Написано шариковой ручкой от руки. Ты меня, мой сын, спасешь, Когда захочется мне смерти. И рука уронит нож, Мысленно глазами встретив Искорки твоих любимых глаз. Ты спасешь меня не раз. Раньше я родителей жалел, Огорчаясь в этом мире, В этом грустном мире. А вчера вот в темной комнате, В своей квартире Искры любопытных глаз твоих во мраке разглядел. Только показалось лишь на миг Личка твоя и снова вскрылась. Но ужасной боли ветер стих. Смерть сложила, Как большая птица В свои крылья. Жду ее звонка, Уже не так. Я так готов И к счастью, И к потере. Неуютный мир Открыл мне двери. Буду жить в нем Даже кое-как. А потом уже было все остальное. Ее отъезд в Румынию. Кстати, она мне обещала сама. Я ее не просил Написать письмо. Хотя может и не написать. Как я И писал в Москву Лене. Хотя я ее и просил Не строить никаких планов. И так листаю дальше Свой блокнот. Я всегда с негодованием И раздражением Подносился к насмешкам Над женщинами. Хотя иногда и получал удовольствие. Волос длинный, А он короткий. Или логика женщины. Но у женщин Интуитивное сознание мира. И если бы они не дарили бы его мужчинам, А все они рождены, То они лишились бы возможности Строить теории, Гипотезы. Так как логического пути От факта К теории Нет. Как говорил Эйнштейн. 9 июля. Я думал, что песня, Посвященная Оле, Не будет пользоваться популярностью, А сам ее Напеваю Целый день. Хотя и заглядываясь Ужасно На женщин. Но тут же теряю к ним интерес, Не находя в них Чего-то. Вспоминаю Ее Улыбающиеся. Это так в каждой фигуре Что-то есть от нее. Это приятно, Что она размножилась И сделала весь мир Привлекательным. Но она Самая цельная Она. Глаза у женщин Смотрят еще удивленно, А губы Окаменели На какой-то Заученной Мысли, От которой она Себя Давно Останавливает. Наверное, Она даже Забыла Уже слова, Но следует Самой себе Уже Неукоснительно. Цветок Задеваешь Пусть 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 Вечности Самой Вечности Самой И безмятежен Так и горд Своим богатством Богиню мироздания Богиню мироздания Богиню мироздания Прощу Мы решим Нежно Целуясь Все в мире Знает Только Твои губы В них Наше Счастье И мечты Алло Да Да Вот я не могу Сейчас Разговаривать Вам удобно Позвонить Через час? Хорошо Да Ладно Пока 12 июля Наверно Пьешь вино До ночи поздней В компании Где взгляды Мотыльки И ночные бабочки Стрижи Летают В полумраке Не упрекая Ждать тебя Мне сложно Как будто бы Без пищи И воды Прожить Велела Брошенной Собаке Осталось Восемь дней Три позади Они прошли Как месяц Как полгода Я свой блокнот Стихами наводнил Виски мои Как карт Колода Все мысли Непонятны Как точки У семерок Картинки Яркие Мои друзья Но неохота Видеть У меня которых А может быть Что даже И нельзя А вдруг Как только Перестанут Думать о тебе Ты тоже Обо мне Забудешь И каждый Будет Представлен Собственной Судьбе 13 июля Пора пойти К родителям Весь день Вчера Сегодня Сочинял мелодии На флейтах И гитаре Это скучаю я Это не вдохновение Вся внутренность Моя полна Словами Музыкой Как На персидском Сказочном Базаре Не ем почти Что ничего Все чай Да чай И музыка Потом Головокружение Запасы Кончились Заварка Сахар Хлеб Сметенье И печаль Немножко Радости И столько Сомнений 14 июля Как на свидание Прихожу к тебе Когда в постели Перед сном Пишу Стихотворение Только потом Спокойно Веки Гасят свет А иногда И среди дня Просаюсь На постель Ища Счастливое Мгновение 14 июля С рассудком У меня Как при пожаре Легкий бред Вернее Будто надышался Ядовитыми цветами За поцелуи И постели Мне прощения Нет Если не буду Знаменит С годами Тогда Любовь Всех людей К тебе От чтения Стихов Меня бы Примирила С раскаянием Надежно И легко Ну Как мертвого Агила 14 июля А может Наконец Нашел Друг счастья Я Не в жизни А в словах Фантазиях В игрушечных Вела 14 июля Один портрет Твой Мне напоминает Что я Люблю Я рисовал его Смущенно Глядя на тебя Второй О том Напоминает Что я Любим Его я рисовал По памяти Когда Когда горит Ночник Как белки В колесе Приходится Средь мыслей Моему Уму А иногда Спокоен В забытье Я как Большое Море 14 июля Наверное Любишь ты Меня Откуда Вдруг Спокойство Такое Которое Приходит Среди дня Без Зависти Смотреть И видеть В мире Счастье Любовь 14 июля Ты Мне Сказала Сексуальность У меня В моем Молчании Моем А у тебя В порывах И сомнениях И потому Я захотел С тобой Быть Всегда Вдвоем Что После Поцелуев Поиск Истины Сладчайшее Мгновение Мысль Высказанная Не вызывает У меня Возражение О том Как она Высказанная Мне Говорить Не хочется Достаточно Такого Рассуждения Что Если Стихи Хорошие То Это Хорошо А Если Плохие То Значит Я Действительно Очень Сильно Влюблен Ну Что Даже Не Способен Сосредоточиться Который Который Уже Ем Неделю А Перед Этим Я Был У него В гостях И там Его Девушка Приносила И уносила Вкусные Вещи Я Позвонил Что Иду Пить Чай А Сам Ожидал Ужина Но Он Мне Предложил Брынзу Грустно Думаю О том Что Меня Ты Разлюбила И Что Пуст Уже Мой Дом Что Любовь Вообразила Никого Там Нет Уже Может Даже Не Бывало Там На каждом Этаже Просто Сердце Помечтало И Приедешь Скажешь Мне Странно Очень Я Забыл Может Было Все Во сне Если Даже Что Было И Стихи Я Разлюбил И Не Те Слова Ложатся Будто По рука Забыла Все К чему Ей Прикасаться Поздно Не могу Заснуть Рано Трудно Подниматься Может Даже Одному Лучше И Не Просыпаться Четырнадцатый Июля Я Прогоняю Задышав Из памяти Мелькнувший Образ Обнаженной Грудей Но Неудачно Хочется Лежать И Представлять Когда Ж Опять Мой Праздник Будет Пятнадцатый Июля Сказать Через Шесть Дней Шесть Ангелов Земли И Шесть Ее Теней Пятнадцатый Июля Пока Пишу Стихи Поцелуях Сердце Молчит Безмолвно И Грустя Ну Что Его Там Так Волнует Ну Что Волнует Там Тебя Наверное Потому Что Знает Что Мир Жизнь И Чувств Случай И Жесток Наверное В глубине Своей Не Забывает Что Я Ужасно Одинок Иду По улице Вдыхаю Ароматы Чего Наверное Тополей И Ветер Жизни Мне Приятен И Жить Поэтому Наверное Тяжелее Сияет Солнце Где-то Там На Небосводе А На Асфальте Зайчики Сквозь Тополинную Листву И Облачка Как Волшебства В Природе И Смерть Все Теребит Локоть И Тиву И Чем Прекрасней Все Да Чем Прекрасней То Тем Движение Пальцев Смерти Судорожней И Страстней Болит Голова Глаза Закрываются Опять Пол Четвертого Ночи Болезнь Мой Палач Просыпается Чего Она Хочет Сама Ты Устала От Схватки Со Мной Любовь Моя Бедная Бедная Черная Вьюга Ревнует Сама Меня Коли Живой Влюбленность Давнишняя С детства Подруга Шестнадцатая Юля На другой День Боль в груди При дыхании Это я Простывился Пока Перепечатывал Блокнот Были Жарких Два Или Три Дня И я Сидел Голый С открытой Дверью И открытым Окном А еще Мне хотелось Закалиться К приезду Оли И никогда Не болеть Два дня Пью Сульфудиметоксин Остается Выпить еще Три таблетки За три дня И Она Приезжает Через четыре Так что К ее приезду Я буду Здоров Семнадцатая Июля Вчера Был у меня Толя Мой Со своей Олей Я высказал Такую мысль Которую мне Сейчас хочется Записать Конфликты Между мужчиной И женщиной Носят Внутренний Глубинный Характер Если Нет Детей То это Репетиция А если Есть Дети То уже Реальная Борьба За сферу Влияния Для передачи Каких-то Качеств Накопленных Индивидуальным Индивидуальным Опытом И даже Опытом Целой Генетической Линии Или По линии Женщины Или По линии Мужчины Хотя На логическом Уровне Все очень Просто Ах Газета Не там Лежит Ах Еще Чего Небудь А вне Поля Видения Людей Лежит Их Жизнь За иллюзорным Забором Поверхностных Логических Объяснений И мотивов То ли Мой Со своей Олей Опекают Меня Говорят Заботливо Ты Смотри Сделай То-то И не Делай Того-то Беспокоиться За меня Чтоб Я не Потерял То Своё Счастье Который Нашел Там У Море Он Часто Произносит Фразу И она Звучит У меня В голове Иногда Эта Фраза Грустная Она Как-то Коротко Призывает Не Убиваться Под Поводу Потерь И Своих И Тех Кто Связан С тобой И Тех С кем Происходит Что-нибудь Подобное Жизнь Продолжается Да И мы Улыбаемся Был У Лёва С Буниным В Он Играл На Фортепиано Миниатюру Прокофьева По-моему Лучше Чем Сам Прокофьев Потому Что Ему Надо Было Доказать Что Он Композитор Хороший И Что Он Пианист Хороший И Это Портит Его Исполнение А Бунин Владимир Играет Одну Музыку Но Так Как будто Она рождается Тут же На глазах Наполняя Своей Болю Или Улыбкой Влюблённый Цикл Стихов Напоминает Мне Жужжание Мухи В паутине И Каждый Посочувствовать Готов И С ужасом Бояться Впасть В её Уныние А Молчаливая Любовь Которая Которая Стихи Мечтая Препровождение Чужие Рыдает Сама Я взял С собой Флейту Деревянную Индийскую Которую Мне подарил Один художник Украинскую Сипелку И детскую Немецкую Треолу Тоже Дудку Но С клавишами Как у пианино Только без Чёрной Клавиши Играть Никто Ни на чем Не умеет И поэтому Нас ждёт Там Масса Весёлых Минут На веранде В плетёном Кресле Вспоминаю Слова Интересные Что хотели Сказать мне Листья Не грусти Что грустить Улыбнись Мы расскажем Тебе про Олю Видишь В листьях Зелёное море Так она Среди Волн Там Нежится Как Афродиты Когда-то Прежды Видишь Как солнце В листьях Трепещет Как летают Бабочки Поцелуев Ущёлка Где плечи А видишь Как замерла В глубине Листва И как повторяет Ее имя Трава На веранде В плетёном Кресле Вспоминая Слова Интересные Что хотели Сказать Они Листья Не грусти Что грустить Улыбнись 18 июля Едва Покинули Дачи Министерство Просвещения Услышал Стрёк От Казничков И птичек Пение За нас И пью дороги Лес Негустой И поле Здесь Чувства Можно выбирать Здесь Чувства Можно выбрать Для себя Любое Тут От мухи Жужжания До пения Ворон Всё чё-то Звучит Из любой Из сторон Приближая Приближаюсь В непонятном Азарте То ли Губы Там В воздухе Что ли То ли Просто Чудо Какое Над травою Спокойно Парит Повсеместно Над сердцем Царит Как надежду Любви Видит Странный Чудак Над травою На месте Висит Красный Маг Неподвижные Крылья Как его Над травой Воспарили Как вдруг Столько Красного Цвета Собралось Чтобы Вспомнилась Оля И совсем Не дышалась Восемнадцатая Елена Как паук Паутина Стихов Тку И тку Неустанно Чтобы Мир Свой Создать Мир Приятный И странный Чтобы Сердце Твое Навсегда Здесь Со мной Задержалось Чтобы Сердце Мое Никогда С тобой Не прощалось Восемнадцатый Июль Клевер Нежный Слова Твои Но его Воскрешают Вспоминаю Вдруг Голос Я твой А ромашка Как я Вопрошает Ну скажи Что Любим Я Тобой Восемнадцатый Июля Ветр Потом рассказал Об этом Толи Сказав Что Это Самое Короткое Стихотворение Мы Шли По Тропе К Озеру Далее Произошли Не Очень Приятные События Я Я Возмущен Давно Тем Как Павлик Сын Толина Иоли Разговаривает С матери И Сказал Своё мнение Что Если Он Тринадцать Лет Говорит Ей Пойди Сюда Все Оспаривает И Обязательно Настаивает На своем То Восемнадцать Двадцать Лет Он Просто Ей Будет Бить И Требовать Денег Но Теперь Вот На озере Я Увидел Как Этот Жеребенок Ведет Себя Столей И Понял Что Она Потакает Тому Чтобы Тринадцатилетний Хам Прибрал К рукам Сорока Четырехлетнего Мужчина Я Воспитывался В семье Где мужчина Был Главой Семьи И Видеть Такое Было Вне Моих Сил Я Нарисовал То ли Мрачное Его Будущее Когда Ему Будет Лет Семьдесят И Посоветовал Ему Расстаться С ними Потом Я Правда Понял Что Это Слишком Жестоко С моей Стороны Советовать И поправился Я сказал Что можно Остаться Но только Надо как-то Исправить И Павлика И всю ситуацию То есть Его отношение К матери На мой взгляд Если ребенок Неуважительно Относится К матери То он Оскорбляет Этим И отца То есть Мужчину Которым Которым Она Принадлежит И Этого Допускать Нельзя Я Не знаю Что со мной Случилось Я Последнее Время Был Совсем Итерпим Но Может быть Я нервничаю Из-за того Что так Долго Не вижу Свою Олю И Не знаю Что Меня Ждет Хотя Сейчас Понимаю Что Даже За одни Эти Сомнения Она Будет Меня Осуждать А Может быть Мы Уже Давно Поняли Что То ли С Олей Не Уживутся Они Уже Двадцать Раз Он Уже Двадцать Раз Уезжал От нее И Может быть Я Не могу Больше Выносить Скандалов А Может быть Действительно Это Ребенок Действительно Что-то Чудовичное Но Как Быто Ни Было Я Переживал Свои Выступления Наконец Я Не Выдержал И Решил Обо Всем Сказать Приоле Чтобы Она Все Знала Мне Стало Легче Но Недолго С одной Сторон У меня Разрывало Сердце Что я Разрушаю Ее Счастье А с другой Я Уже Не мог Переносить Вида Ни Ее Ни Е Сына Потому Что Она Заботливо Растит И Лелеет Чудовище Которое Будет Активно Попирать Все Что Есть Хорошего На Свете Она Это Поняла Утром Она Устроила Плач Рыдание Правда Мне Показалось Что Она Оплакивает Удачу Которая Вероятно Не достанется Ее Сыну Но Так Или Иначе Пришел Толя И сказал Что Она Самошедшая И Тебе Лучше Уехать Он Проводил Меня До Гостиницы Девятнадцатого Июля Как Раньше В старом Вагоне Были Зеркала Напротив И там Проносился Лес Так Теперь Напротив В электричках Сидят Люди И В их Голазах Проносится Жизнь Девятнадцатого Июля Продолжение следует Продолжение следует...